Друзья мои, ну вот это одна пюре дурочка моя, вот она, правой крылом мазаная, вот она, вот кое-как садится. Максимально приблизил, ну она сейчас уже садится, уже как бы высота нету, но эта головка была в тумане, покрытие, ну то есть не в тумане, сначала ясное небо стало, покрылись, потом туманом накрыло, и вот пошли на посадку, и голуби иваны, вот он там сидит, вот этот дурачок, сейчас я попробую дернуть. Он может до ночи сидеть там, кое-как спускаться, но опять через троса буду я их сажать, в небе они в своей стихии, вот он, чума засидит такой, скукоженный, трое суток дома не было, вот он, правая сторона хвоста ситаренная, давай сорвись, вот он, вот это его голубь, ее голубь. Это вот белокрылый голубь, у меня это брат, но у него очень сильный столб, поэтому он сейчас уставший, он столба не показал. А это та голубка, которая, сапсанк крыловый, это хвост вырвал, термохвостая шея, и вот та дурочка. Ладно, паузу поставлю, подожду, пусть спустится. Так, ну вот, с улицы начал снимать, и вот смотрите, друзья мои, вот эта голубка потом с крестовина не сможет спускаться. Это незабивная птица, то есть птица летит, и пикет, и время очень хорошее показывает. Ну, у них бой такой, вот он встает и начинает, это у них на автоматике. Вот на 31 декабря, когда я выехал, выпустил, обратили внимание, в чужом месте вся птица уходила с боем. Но они не имеют права, то есть это редкие голуби, которые в чужом месте с боем уходят. В общем, это у них гена, понимаете, вот тут ничего не сделаешь, либо есть, либо нету. И то же самое, что погода в день по 10 раз меняется, то солнце, то туман. Но я выпускал, туман был, потом солнце было, потом этот, в общем, то есть, все вот это как бы. Я, по-моему, снимаю эту дурочку, но она что-то никак и сесть не хочет. Хотя время достаточно лететь в небе, она вот она, не знаю, цепляю или нет, да вроде цепляю. Вот она, видите, спокойно летит, появится копчик, она вообще будет дикарем, как миг будет летать. Ну, шуршки слышно, я не знаю, я его цепляю или нет, да вроде очки не взял. Ну, это вот она, одна перая голубка, вот перая щейки, дочка. И та перая голубка, мать которой через полгода прилетела, которой на 9 мая не было. Видите, что вытворяет. Ну, эта камера столб плохо будет показывать, на то и она четко показывает. Ну, голубка столбовая, именно выход столб, наверное. Не знаю, ладно, сейчас на паузу поставлю, спустится, тогда она что-то снимает. Вот она, дура, никак не спустится. Начинает играть, опять тянуть себя вверх, опять пошла на круг. Да, и всегда, когда порой здесь сильно бьешь и голубей, делайте так, чтобы лед у них был, потому что когда голубь только сильно бьет, не летит. На выходе, то есть в пескуну у них будут такие забивные, ничего интересного не будет у них. То есть должна совпадать и лед, и бой, и мозги. Вот только в этом случае вы получите хороших пескунов. А то обычно берут двух сильных бьющих, поруют голубь с голубкой, и на выходе получают ничего. Тут и так вот берешь там и лед, и бой, и все на месте. И то птенцы не всегда дают четкие. То есть, ну они как бы хорошие, но сказать, что чудесные, нет. Там, по-моему, копчик пошел, вон, вверху, вот вороны идут. Ну вот этот дура никак не спустится. Я уже полчаса мучаюсь здесь на улице, как дурак. Направляешь ей очки нельзя, но вроде направляю на нее, должен показать. Вот, а так высота, вот она ее. Здесь еще высоко. Я всегда максимально тяну камеру, чтобы предельно близко показать. Мне опять вверху ходит дура. На паузу поставлю. Так, друзья мои, ну эта дура опять ушла вверх. Все, я на этом закончу. Сейчас на другой камере начну снимать. Может зацеплю, ого, на какой высоте стоит. Все, на этом приторможу. Субтитры сделал DimaTorzok